Хао, блинолицы! Второй выпуск программы «Пена дней». Я рад, что вам понравился первый, хотя, конечно, не без накладок всяких было. Поменял задник, теперь будет у нас статичный, посмотрим, что лучше статичный или динамичный. Пиво у нас сегодня «Лев». Как я говорил, не реклама, просто оно у меня оказалось, и я его пью. То есть я не буду специально какое-то пиво подбирать под выпуском и так далее, что у меня будет в холодильнике или в шкафу, то я и буду ставить пить. Итак, первая новость. На прошлой неделе такая контора как «Роскачество» выпустила, скажем так, пресс-релиз о том, что они проверили пивные напитки, и ни один из них не соответствует ГОСТу. Ну, тут вообще к отношению моего к «Роскачеству» оно крайне отрицательное. Где-то год назад я писал статью, почему не стоит доверять экспертизеру «Роскачество». Ну, думаю, что не все ее читали, конечно. Поэтому немножко пробегусь вообще про то, что такое «Роскачество». «Роскачество» — это автономная некоммерческая организация, которая создана якобы для ублюдения прав, ублюдения качества российской продукции. Они делают всякие экспертизы и говорят, вот это хорошее молоко, а вот это плохое. На самом деле все их тесты, ну, они весьма, мягко сказать, странные. Вот, например, в прошлом году, ну, если мы к пиву берем, в прошлом году они тестировали пиво, взяли там где-то 20 образцов, отдали. Сами они ничего не тестируют, они отдают в лаборатории аккредитованные, которые до них проводят слепые тесты, и потом уже по результатам этих тестов «Роскачество» делает свой рейтинг. Так вот, они взяли где-то 20 образцов пива, причем в разной стилистике, с разными ТТХ, ну, просто взяли светлое пиво и стали сравнивать по некому такому параметру. Один из параметров у них был — общий азот. Ну, почему надо было выбирать по этому именно параметру? Вот один бог знает, и вот это сами «Роскачество». Ну, и плюс они там смотрели всякие биобиологические заражения, консерванты и прочее-прочее. Консервантов не выявили, химических каких-то превышений допустимых тоже не выявили, но в некотором пиве они нашли отклонение по биологии, то есть в некотором пиве было выявлено плесень и дрожжи. При том, что в другом показателе, что живых клеток дрожжей там не было. И вот самое интересное, в каких марках пива были выявлены следы плесени и дрожжей? «Лювенбрёй», «Гёссар» и «Бат». Ну, во-первых, я сильно, очень сильно сомневаюсь, что в этих марках что-то подобное может быть. Ну, просто невозможно представить себе, что на таких производствах что-то там пойдет не так. Но не суть важна. Это есть, я внизу дам ссылочку, где я писал про это. Мне просто попали документы внутренние этого «Роскачества», где вот эти все результаты экспертизы были. Но это никак не повлияло на рейтинг. Например, «Пиво Бат» получил третье место. Вот мне вот интересно, вот есть документ, правильно ли там были сделаны пробы, неправильно, это второстепенно. Есть документ, в котором говорится, вот в этом пиве есть дефекты. Почему он занимает третье место тогда? Что это за рейтинг такой? В общем, претензии к «Роскачеству» есть не только у пивариного сообщества, но практически все профильные объединения, все они к нему неоднократно подавали риски и даже иногда выигрывали. Например, «Ставропольский» бройлер у них выиграл, вот так «Кубанский» консервный кабинет что-то проиграл. Не знаю суть исков, но я думаю, что именно из-за того, что «Роскачество» брал как-то неправильные эти вот образцы на анализ и так далее. За счет чего живет «Роскачество»? Это такая некоммерческая организация, как я уже сказал. Они получают от государства деньги на всю свою деятельность. В этом году они получили, извините, 400 миллионов. Вот, ребят, 400 миллионов люди получили для того, чтобы тестировать подушки для диванов, смотреть, а какое молоко у нас самое молочное. При том, что все их, вот вообще не только к пиву относясь, а все их рейтинги. Взяли мы в классе, вот просто пришли в школу, взяли в классе трех человек там, каких-нибудь просто наугад. Их заставили бежать 100 метровку, а потом говорят, а вот это у нас лучший человек школы, лучший бегун, ему говорят, слушайте, позвольте, он вообще на тройку по физкультуре. Мы его провели тесты, мы там, хорошо, пятерыха заставили бежать 100 метровку, вот это вот лучший человек. Да у нас еще там 100 человек в школе в этих классах. Нет, 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 вот так вот. А вот этот, скажем, это Вася, это худший человек в школе. Он говорит, ну как же, Вася, он там по математике хорошо, он бегает плохо, но по математике он хорошо. Нет, Вася худший. Ну, в общем, такие вот рейтинги груз качества. Была у меня информация о том, что, кроме этого, они зарабатывают тем, что тем, у кого какие-то проблемы с этими экспертизами, они говорят, ну, ребят, вы там доработайте, потом еще раз нам пришлите, мы сделаем повторный анализ, ну, за денежку. Ну, подтверждений у меня никаких нет про такие вещи, но вот такое говорили. Конечно, они говорят о том, что служат на благо страны, там, лучшие там продукты своим значком этим награждают. Но, честно говоря, не понимаю. Но вернемся к этим напиткам, которые пивные они выявили. Во-первых, сам термин пивные напитки – это полная глупость. Я уже неоднократно говорил и писал про это, что кроме как в России такого термина вообще нигде нету. То есть, разделять пиво и пивной напиток. При том, что в пивной напиток у нас попадает, ну, процентов 50, если не больше пива, в которые вот эти позорные пивные напитки, вот этот термин позорный, входят величайшие марки. Может, кому-то нравится, не нравится. По-моему, даже вот то, что я сейчас пью, Лев, вот, по-моему, тоже пивной напиток. Нет пива. Ну, бельгийское пиво, там, почти поголовно в это входит, потому что бельгийцы используют сахар. То есть, Гиннес тоже пивной напиток. Ну, мне кажется, что это глупость полная. То есть, надо бороться за отмену этого дурацкого термина. Так вот, Роскачество взяло на тесты 10, по-моему, пивных напитков и заявилось, что ни один из них не соответствует ГОСТу. Ну, взяли-то они, ребят, не пивные даже напитки, которые, ну, нормальное пиво. А есть еще такие вещи, как виноградный день, там, еще какая-то такая вот вещь, которая, ну, к пиву вообще никакое отношение не имеет. Но сам вот этот термин, пивные напитки, вот сам этот, ну, законы эти, которые, там, ГОСТ, вот это все, они подразумевают, что такие вещи делать можно. Можно взять, там, сироп, взять газировку, взять спирт и немножечко сусло пивного. Или, там, пиво готово, неважно. Купить какого-нибудь дешевого пива, налить все это дело, перемешать. Это будет пивной напиток точно такой же, как, скажем, дювель бельгийский или как Гиннес. Ну, это по нашим законам так. И вроде бы как надо бороться вот именно с этими напитками, как виноградный день, которые к пиву вообще не имеют отношения. Но, тем не менее, вот у нас как-то странно все это происходит, борется не с тем, чтобы, вот вы сами придумали этот термин, чтобы отменить этот термин и ввести нормальное понятие пива. То есть пиво – это напиток брожения без добавления спирта, так, ну, коротко, если. Все, никаких виноградных дней больше не будет. Они не могут существовать тогда, но в текущей ситуации они могут. Так вот, вдруг с качеством взяла вот эти вот псевдо-пивные напитки даже, вот этот вот алкогольный алкопоп вот этот, и сказал, что он не соответствует грусту. Ну, хорошо, да, благая цель о том, что показать, что, ребят, смотрите, вот есть не только пивной напиток, но есть еще и пивной напиток. Вот это две разные вещи, вы не путаете пивной напиток, пивной напиток. Ну, получается так, что вот этот заголовок, который вышел о том, что ни один пивной напиток не соответствует ГОСТу. Это, опять же, корзиночку очернения пива. Довольно интересная реакция Союза Российских Пивоваров на этом. Они хотят ввести норму, запрещающую производство пивных напитков с использованием пива, приобретенного на другом предприятии. Ну, я не знаю, насколько это вообще действенна такая вещь. Ну, понятно, что вот эти все виноградные дни, они сами не производят пива. Ну, это не защита в любом случае. То есть, они могут поставить себе какой-нибудь там котелек, варить там сусло и покупать не пиво, а сусло, например, покупать и добавлять. Ну, даже с их объемом они могут поставить себе всем до пивоварения. Ну, в общем-то, ничего не изменится. То есть, поставят там, не знаю, пластмассовый куб, скажут, вот здесь мы бродим, а вот здесь вот мы варим. И ничего не изменится. А для пивоварения это лишнее будет какой-то... Лишнее за... Ну, я не знаю где, но наверняка, ребята, вылезет что-нибудь нехорошее, что оказывается, что, например, там контрактники могут там каким-то образом оказаться под ударом, хотя они и так, конечно, не законны. В общем, вместо того, чтобы бороться с самим вот этим термином, с самим изменить ГОСТ, все законы изменить, мы такие тут, такие кстыли придумаем. Это неправильно. Вернемся к первому выпуску, когда я заострил внимание на законе, законопроекте о запрете пивных баров и магазинов раздельного пива, где продают на месте, меньше 20 метров. И посетовал о том, что никто не высказался на эту тему, потому что закон очень нехороший для пивоварения. Но, видать, просто надо было время подождать, потому что высказались и СРП, и АУПР, и вот скоро Крафт-Депо должно выступить. На сайте Профибир две отличные статьи Николая Желагина и Дмитрия Тарасевича на эту тему. Я ссылочки внизу приведу. Кто хочет, почитайте, очень рекомендую. И когда смотреть начали дальше, то есть, понятно, что, как я говорил, уши этого всего идут от Единой России, но мало того, что Единой России просто этот закон инициировало, они еще проводят все голосование на тему, а вы хотите ли, чтобы у вас открылся магазин, ну, вот эта разливайка или, как они называют их, наливайка. У вас в доме открылся наливайка. Естественно, большинство людей говорят, не, не хочу. Если бы меня спросили, вот вы, ты хочешь, чтобы у тебя в подъезде разливайка открылась? Сразу первая мысль у человека какая-то, ну, воняет рыбы какой-то там вот это все, вот так вот, кискишем пивом, ну, как-то, я бы сказал, тоже, наверное, ну, наверное, не хочу. Ну, такой вот, знаете, вот, задать вопрос в стиле Карлсона, что ты перестала пить коньяк по утрам? Как бы ты ни ответил на этот вопрос, всегда он будет негативный. То есть, негативный фон разливаек, он целенаправленно создается для того, чтобы вот этот формат убить. То есть, вообще разливного пива вот это все, что, то есть, постоянно нагнетается. Кто это делает? Я далек от мыслей каких-то заговоров и не думаю, что собрались в круг несколько человек и говорит, так, 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 давайте мы сейчас будем разливайки давить. Что мы для этого делаем? Ага, вот это, вот это. Нет, ну, это как в бильярде, когда вот вы хотите один шар забить там в лузу, бьете по-другому, а там еще 10 шаров там будет отскакивать от борта и там и так далее. Вот представьте себе, что вы не один играете в бильярд, вот это и не вдвоем даже там 500 человек играет на огромном бильярде. То есть, шары будут лететь по какой-то странной траектории, но она будет всегда как бы от чего-то зависеть. Так и здесь. Есть заинтересованные силы в этом. Кто будет выигрыш от принятия такого закона? Ну, в первую очередь, это сети. Ну, например, красные-белые. Тут были в комментариях мысли о том, что красные-белые очень хорошо выиграют. Потому что, ну, представьте себе, закрылись все разливайки в округе, а красные-белые, ну, это магазин, там не пьют. И цены такие прям микроскопические, они будут просто в шоколаде. Просто сети, обычные супермаркеты, тоже будут выигрыши. То есть, людям где-то надо пиво брать. Ну, ну, что нет разливного, пойдем за тарированным пивом. Говорят, водочники тоже. Ну, я не знаю, правда, каким образом водочники тут будут выигрыши. Но, в любом случае, в проигрыше будут мелкий бизнес, который содержит эти разливайки, производители маленькие, которые и региональные, которые много продают через такие сети. Ну, закроется, там, несколько тысяч в стране магазинов, там, господи, никто и не заметит. Понятно, что там 10 тысяч человек на улице выиграли. Ерунда. Вот, поэтому я думаю, что буду следить пристально за этой новостью и по мере сил участвовать в том, чтобы этот законопроект не принимался. Ну, и в заключении международным новостям. Пришла новость такая очень, скажем так, печальная, что глава Трифонтейн, если кто любит кисляки, вот эти все бельгийские, это очень известная пивоварня, которая делает ламбики, гёзы. Арманд Дебельдер, он уходит с поста своего, как главного там пивовара и владельца этой пивоварни. Я имел честь общаться несколько раз с Армандом. Это очень интересный, очень позитивный, добродушный человек, который сделал великое дело о возрождении бельгийских, вот этих традиционных кислых элей, ну и вообще очень много сделал для пивоваренья. В 2016 году Арман уже продал часть своих акций некому Герту Дейку из институционного фонда CVC, но оставил себе 51%. Теперь Герд Дейк будет владеть мажоритарно, то есть он будет большей частью акций владеть. Вернее, не только он, там будет еще несколько человек. Ну, я так понимаю, что были привлечены инвестиции на эти деньги и сейчас ставятся, ну, они строят новый дегустационный центр развлекательный, как сказать, дегустационно-развлекательный. То есть там у них до этого пивоварни, если кто был, там очень маленький такой магазинчик и очень маленькая летняя площадочка, где можно продегустировать. Сейчас они строят там или где-то рядом 25 миллионов евро, то есть солидные деньги, да, и увеличат хранилище до 12 тысяч гектолитров, то есть эта пивоварня увеличится. Но это как раз вопрос к тому, что плохо, когда тебе дают деньги или хорошо. Я думаю, что это хорошо и вот этот фонд, вот этот CVC, я не знаю, что это за фонд. Когда говорят, что вот дал НБФ деньги, все, плохо, ты умер, ты не пивовар, теперь ты там не знаю кто. А вот CVC можно давать деньги. Ну, как говорится, деньги не пахнут, поэтому если они используются правильно и грамотно, ну, почему бы и нет. Ну, тем не менее, жалко, что Арман ушел. Ну, 68 лет, сами понимаете. Возраст, когда уже тяжело таким темпом работать и так далее. Ну, пожелаю ему удачи и, скажем, счастья на пенсии. Ну, понятно, что он будет еще и заниматься всем, он не бросит свою пивоварню и будет по-прежнему как-то участвовать в ее делах. Все, всем спасибо. Хао!